Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я буду с трудообразованием. Мне сегодня очень повезло, потому что в КП вообще никого нет и даже музыку не включают. Поэтому я решила остановить весь свой ролик. Мы с вами продолжаем говорить о теме НРЛ – нарциссическое расстройство речности. Наверное, уже всем всё понятно, что в нарциссах нет эмпатии, нет сочувствия, нет любви в сердце, и как бы вы ни пытались оттуда её достать, там её нет. Нарцисс будет делать ровно столько, сколько ему самому нужно, чтобы получить какой-то ответный от вас ресурс. И не более того, когда он потеряет от вас какую-то выгоду, то он перестанет что-либо делать в отношениях и просто сядет вам на шею. Нарциссы безжалостно утилизируют свой бюджет и не будут, как говорится, делать лишних шагов. Но когда они мстят, то они делают какие-то невероятные усилия, так скажем. А зачем они это делают? Ну, здесь нет логики. Нарцисс – это больной человек, вот что нам нужно понять. И когда он творит свою дичь, то нужно понять. Вот вы заходите в психическую больницу, вы же не ищете там какой-то логики, вы смотрите на театр. Точно так же с нарциссом – это театр. Это человек, который творит дичь, чтобы просто её творить. Поймите, что это вас никак не касается, что на вашем месте мог быть кто-то другой. Нарциссу вообще без разницы, какую жертву мучить. Для него всё везде одно и то же. Хоть вы, хоть ещё кто-то, хоть, я не знаю, королева мира. Поролева мира точно так же будет обесценена, утилизирована и будет попытка её морально убить. Поэтому вы здесь не исключение, просто нарцисс не смотрит на вашу личность. Самое интересное, что он и сам-то внутри тоже без личности. То есть человек, который внутри имеет личность, он уважает личность другого. Нарциссы же, они внутри пустышки, и поэтому у других они не могут разглядеть глубину. В самом деле мы видим в других ровно столько, сколько нашли увидеть красоты в себе. То есть вот, например, если мы наполняем себя каким-то сочувствием, состраданием, красотой души, добрыми и делами, то мы, соответственно, и в других можем это увидеть. Если мы внутри пустые, злые, то мы в других видим зло. Поэтому нарцисс просто видит в вас то, что есть в нём самом. Он делает проекции постоянно. Поэтому, когда Он говорит о вас, Он говорит на самом деле о себе. Вот так вот, мои дорогие. Что ещё о них сказать? Это люди, у которых просто нет души, я считаю. Люди, которые на самом деле очень несчастны, но жалеть их не надо. Я хочу вам сегодня пожелать прекрасного дня, чтобы в вашей жизни встречались позитивные люди. Не обращайте внимания на всяких дураков. Их жизни хватает. Вы их будете периодически встречать, никуда, как 20 дней деться. А я продолжаю пить вкусный кофе и радоваться маленьким вечерам жизни.